здравствуйте меня зовут дмитрий георгий добыкин и мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим об одном отрывке в священном писании который встречается не в каждой библии как вы знаете в православных изданиях библии точнее ветхого завета есть дополнительные 11 книг которых нету в там например протестантских изданиях библии эти книги у нас называются не канонические то есть те книги которые не входят в иудейский канон а признаются только церковью но кроме вот этих 11 неканонических книг существует так называемые не канонические дополнения каноническим книгам то есть есть каноническая книга а внутри этой книге в конце середине этой книги есть не канонические вставки или дополнения то есть тексты которые есть только в православных изданиях библии в других изданиях их нету. Такие неканонические вставки есть в книге Паралипоменон, они есть в книге Иова, они есть в Псалтирии, они есть в книге пророка Даниила, они есть в книге Эсфири. И вот сегодня мы с вами поговорим про то дополнение, которое встречается во второй книге Паралипоменон, это молитва царя Монассии. Она находится в самом-самом конце, после 36 главы. И чтобы было понятно, о чем эта молитва, нужно вообще сказать, кто такой Монассия, царь Монассия. Значит, в истории Израиля было несколько очень благочестивых царей, точнее в истории Иудеи, Южного царства, было несколько очень благочестивых царей. Вот был царь, которого звали Изякия, он был очень благочестив, но у него родился очень благочестивый сын, который после смерти царя тоже стал царем, его звали Монассия. И он был, наверное, самым безбожным, самым грешным царем во всем Израиле. Он поклонялся другим богам, он преследовал верующих. Есть предание, что пророк Исаия был убит именно во время царствования этого человека. Он вводил языческие культы, он осквернил храм. В общем, если какой-то царь был самым неблагочестивый, то царь Монассия – это тот самый образец неблагочестия. Но в его истории было такое событие. Он попал в плен к сирийцам, был уведен в Ниневию, и там, находясь в темнице, он покаялся. Он покаялся после своего покаяния. Он вернулся в Иерусалим, попытался восстановить истинное благочестие, но ничего у него не получилось. Евреи за десятилетия предыдущего управления стали такими укоренелыми безбожниками, но все-таки в его жизни было покаяние, поэтому он умер все-таки как верующий человек. Священное Писание в канонической своей части не говорит о том, как царь молился в темнице о спасении и как он каялся. И поэтому вот эта неканоническая молитва, она говорит о том, как царь мог бы молиться в темнице. Давайте мы ее прочитаем в синодальном переводе, затем мы поговорим, когда она была написана, ну и еще кое-что. Значит, немного забегая вперед, хочется сказать следующее. Молитва была написана на греческом языке, перевод русский очень близок к греческому тексту и каких-то особых вариантов прочтения не существует, поэтому, читая его в синодальном переводе, мы можем говорить, что мы читаем практически кальку с греческого текста. Итак, сама молитва – это индивидуальный плач, индивидуальный плач – это особый вид псалмов или молитв, когда человек по определенной схеме строит свою молитву, имеет цель покаяться перед Господом и получить прощение. Итак, царь начинает обращаться к Господу с такими словами «Господь Божий Вседержителю, Божий Отец наших, Авраама, Исаака и Иакова, и семя них праведного». Значит, для царя, который был язычником, исповедовать Господа как Вседержителя, то есть держащего все в своей власти, ну, это уже подвиг. Он вспоминает, что Бог – это Бог его отцов, и он указывает на трех праотцов еврейского народа – Авраама, Исаака и Иакова, и упоминает тех справедников, которые были до него. Хочу обратить ваше внимание на слова праведного. Это не означает, что Авраам, Исаак и Иаков или его какие-то потомки были безгрешные, но если сравнить грехи царя и грехи тех людей, то они, конечно же, несопоставимы, и в этом сравнении они, конечно, праведники. «Сотворившего небо и землю со всем благолепием их, связавшего море с словом повеления твоего, заключивший бездну и запечатывающего страшным и славным именем твоим, которого все боятся и трепещут о лице силы твоей». Значит, здесь Бог описывается как творец вселенной и всего существующего. Здесь тоже интересно. Смотрите, с точки зрения язычества, боги, как бы один бог сотворил небо, другой бог там море сотворил, третий там еще что-то, еще что-то. Здесь же говорится, что бог сотворил все. Фраза небо и земля, обратите внимание, в такой последовательности, не земля и небо, а небо и земля означают все. Здесь, естественно, перекличка к самым первым стихам Библии. Вначале бог сотворил небо и землю. Море и бездны. Бездны, скорее всего, здесь подразумеваются подземные воды, хотя можно понимать просто как вообще вся вода. Дальше говорится очень интересно, что бог связал и запечатал их своим именем. именем. Это такой намек, что имя Божие обладает особой силой и особой властью. Это, кстати, скорее всего, свидетельство о том, что эта молитва была написана в межзаветный период, то есть это когда евреи вернулись из плена, и имя Божие стало сакрализироваться, и они стали употреблять в обыденной жизни. Поэтому имя имеет силу. Все боятся этого имени и трепещут перед Господом, потому что никто не может стоять перед великолепием. Слава Твоей, значит, слава или сияние. Сияние – свет, который исходит от Господа, и никто из людей его не может видеть. И тот человек, который увидит Господа, он погибнет. Дальше автор говорит о гневе Божьем и наказании на грешников. Почему царь упоминает об этом? Потому что он ощущает себя грешником. Но дальше он исповедует то, что Господь в то же время очень-очень милостив, но безмерной и неисследима милость обетования Твого, ибо Ты, Господь, Вышний, благий, долготерпеливый многомилостей, и кающийся о злобых человеческих. Значит, вот эти слова «Бог, что он долготерпеливый многомилостивый» неоднократно встречаются в Священном Писании. Обратите внимание, кающийся о злобых человеческих. То есть Бог жалеет, что люди творят зло. Никто не может измерить Божью милость. И раз царь говорит об этой милости, то, скорее всего, он надеется, что эта милость коснется его. «Ты, Господи, по множеству Твоей благости обещал покаяние и отпущение согрешающим Тебя, и множественный дрод Твоих определил покаяние грешникам во спасение». Вот здесь он как раз начинает переходить к себе, потому что он говорит «я грешник», и он как бы сначала со стороны «Господи, Ты обещал, что если грешник покаяться, то ты его простишь». Как бы такой вопрос, это риторический вопрос. Понятно, что Господь действительно это обещал. И вот царь надеется на это. «И так ты, Господи Божий, праведных не положил покаяние праведным, Аврааму Исааку и Акову, не согрешившим Тебе, но положим покаяние мне грешнику». Понятно, что Аврааму и Исааку и Аков грешили, они тоже нуждались в покаянии, но вот это снова Аврааму и Исааку и Аков грешили, но их грехи не были такими великими, как у царя. И поэтому здесь используется, конечно, не пербало преувеличение, что они не согрешали и не каялись. Они и грешили, и каялись, но покаяние нужно как раз царю Монасии. Потому что если грешил плачу числа песка морского, количество грехов бесконечно, вот эта фраза про песок морской – это то, что невозможно перечислить. Сама фраза встречается в Священном Писании. Иногда говорится, что число сынов Авраама будет как песка морского. То есть никто никогда не узнает, сколько их. Многочисленные беззаконимые, Господи, многочисленные беззаконимые. И не достоин взирать и смотреть на высоту небесную, отмножить на неправду моих. В данном случае взирать на небеса – это взирать на Бога. В тот же самый межзаветный период у евреев стало складываться очень благоговейное отношение вообще к имени Божьему, да и к слову Бог. И поэтому его старались заменить другими словами. Высота небесная – это взирать на Бога. Вот это неоднократно встречающееся в Священном Писании. Представление, что Бог смотрит на человека, и когда человек не грешит, когда он праведен, он может поднять глаза и посмотреть в лицо Бога. Это, конечно же, антропоморфизм, когда мы Богу приписываем человеческие черты, но они очень понятны, потому что когда мы находимся в дружбе с кем-то, то мы можем в лицо его посмотреть, и нам не стыдно. А если мы отводим глаза, это как бы понятно, что что-то мы сделали не то. «Я согбен многими железными узами, так что не могу поднять головы моей, и нет мне вдохновения, потому что прогнил от себя и сделал пред тобой злое, не исполнил воли твои, не сохранил повелений твоих, поставил мерзости и умножил соблазны». Здесь царь вспоминает свое нынешнее положение, он находится в темнице, он находится в узах, о чем говорит Священное Писание. Он страдает, и он понимает, почему он страдает, потому что он не исполнял воли Божьей, не исполнял заповеди Господних, и дальше он говорил «поставил мерзости, умножил соблазны». Мерзости в данном случае это идолы. Есть такое выражение «мерзость аммонитская», ну или там и другие «мерзости» — это идолы. Но не только идолы, но еще и культ языческих богов, который с точки зрения Священного Писания, да и нас с вами, являлся мерзостью. Это человеческие жертвоприношения, в том числе детские, это священная проституция, это членовредительство и много-много чего мерзкого и противного, если мы прочитаем эти описания. И вот эти мерзости вводил царь. Он говорит, что он умножил соблазны. Вот вся вот эта гадость, которая стоит за язычеством, почему люди ее делали? Потому что они хотели получить результат. И язычество, оно хотело, оно обещало, что это будет. И для людей, которые стояли со стороны, казалось, что это вот, ну вот, наконец-то. И после этого они подходили и участвовали в этих культах. Если бы не было этих культов, не было бы соблазна. И соблазн вел царь. И ныне преклоняя колено сердце, ему умоляю тебя о благости. Колено сердце – это, конечно же, истинное покаяние. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззаконие мои я знаю. Царь видит свои грехи, свои беззакония. Но прошу, молясь тебя, отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими. Отпусти, отпусти мои грехи, прости меня, чтобы я не погиб. А здесь очень важно, что царь, скорее всего, понимает, что ждет его за гробом. И, возможно, он даже знает о воскресении. То есть, если он умрет, это одно, но если он умрет с беззакониями, то есть, с грехами, то это другое, будет наказание по воскресении. Поэтому он просит, чтобы я, даже если я умру, все-таки я умру без грехов. И не осуди меня в преисподнюю, то есть, не отправь меня в ад. Конечно, для ветхозаветного человека самое важное, это было жить здесь, на земле. И поэтому здесь молитва и о том, чтобы просто не умереть. «Ибо ты, Господи, Бог кающийся, и на мне яви свою благость твою, спасший меня недостойно по великой милости твоей». Значит, снова обращение к Богу, как к Богу, к тому, кто принимает кающихся, тот, кто показывает свою благость и кто спасает недостойных людей по одной только причине, по своей благости. «Что обещает царь после спасения? Я буду и буду прославлять тебя все дни жизни моей, потому что тебя славит вся сила небесная и твоя слава в веки веков. Аминь». Если мы обратимся к псалмам, то вот это вот обещание, оно всегда звучит в псалмах, когда человек кается. «Если ты меня простишь, я буду тебя прославлять». Здесь то же самое. Почему Бога нужно прославлять? Потому что его славят все небесные силы, то есть ангелы. «Твоя слава о веки веков». То есть навсегда вот эта фраза «во веки веков» появилась еще до Рождества Христова и означает, что какие бы эпохи не сменялись бы, Бог будет достоин славы. Ну и, наконец, последняя фраза «Аминь истина». Да будет так. Вот очень короткая молитва. Она достаточно понятна. Если человек живет духовной жизнью, то слова, которые здесь используются, для него близки, потому что он сам может испытывать подобные чувства и так же молиться, как и царь Манасия. Когда была написана эта молитва? По мнению экзегетов, она, конечно, была написана не царем, она была написана позже. Существует две версии, когда же все-таки ее написали и где ее тоже написали. Ну, по первой версии эта молитва была написана еще до Рождества Христова, где-то во II-III веке. Вторая версия, она была написана уже после Рождества Христова. Где она была написана? Есть мнение, что она была написана вне Палестины, и причины написания этой молитвы было связано с тем, что некоторые люди иудеи отказывались от истинной веры, становились вилопооконниками, но потом приходили в чувства и решали все-таки вернуться к истинному Богу. По второй версии ее написали в Палестине. И почему? Потому что здесь есть несколько моментов, которые указывают на палестинский контекст. вот это использование имени Божьего, как имеющие силу, это обращение к Богу силы небесные, или высота небесная, что было более распространено все-таки в Палестине. на каком языке она была написана? Она написана и дошла до нас на греческом языке, даже если ее написали на еврейском языке, подлинника у нас нету, и даже сложно будет реконструировать, а как же этот подлинник звучал на еврейском языке. Существует несколько рукописей, в которых этот текст сохранился. Его достаточно часто цитировали, но обычно если цитируют эту молитву, какие-то отрывки из нее, то чаще всего ее цитируют, чтобы показать образ истинного покаяния. А вот отдельного исследования об этой молитве последовательного у святых отцов нету. Для нас, православных христиан, эта молитва также важна, потому что она вошла в наше богослужение и ее читают на Великом Повечерии, в одной из частей Великого Повечерия. Мы с вами разобрали одну из неканонических вставок в канонические книги. Это была молитва царя Монассии. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на портале exeget.ru. Спасибо за внимание. Всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok